Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал на YouTube, оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркет с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы размещаем большое количество аналитического контента, разумеется, вам в помощь для принятия торговых решений. По прошествии еще одного дня, друзья, сегодня у меня есть возможность продолжать констатировать, что индекс доллара с каждым днем забирается все выше и выше. Соответственно, укрепление позиции американской валюты бьет по инструментам рискового характера. Евро, фунт, австралиец, новозеландец – все это сейчас под тотальным прессом. И допускаю, что кто-то из вас имеет в арсенале разные эти активы и сейчас, конечно же, вовремя определив правильную тенденцию, нисходящую, только на всем этом зарабатывают. К повестке экономического календаря. Сегодня, друзья, в 9.00 по GMT нужно обратить внимание на темпы экономического роста еврозоны. Это оценка экономического роста за прошлый квартал. В принципе, каких-то отклонений аномальных мы там вряд ли увидим. Эта статистика, я думаю, вряд ли станет причиной какой-то повышенной волатильности. Но если вам нужен еще один сигнал, указывающий на то, что экономика ЕС переживает очень трудные времена, вы на основании этих данных такие выводы сделать сможете. Также в 14.00 по GMT состоится выступление и заседание Банка Канады, где ожидается повышение процентной ставки на 75 байсных пунктов до 3.25. Как вы помните, вчера, собственно, мы решили рассмотреть возможность покупки канадского доллара и, соответственно, продажи пары доллар-канадец в расчете на то, что вот это вот предстоящие события, фундаментальные события и решение по росту процентной ставки должно оказать локальную поддержку канадскому доллару. Эта сделка по-прежнему актуально. Мы ее никуда не деваем, друзья, она остается в арсенале. Ну а что касается наших привычных инструментов, за которыми мы следим. Индекс доллара уже выше 110 пунктов, 110.63. Я всех вас поздравляю, если вы находите еще длинных позициях, ждете уровней повыше. Судя по всему, друзья, эти уровни действительно будут. Отчет, который мы ждали, это АСМ в сфере услуг по американской экономике, сделав вывод о том, что раз промышленный сектор АСМ оказал значительную поддержку курсу американского доллара ранее, то же самое должно было произойти еще только в X2 формате после выхода релиза по сфере услуг. И мы оказались правы, потому что еще один релиз, который не разочаровал, подтвердил то, что американская экономика не в такой же рецессии находится, поэтому у американского регулятора есть достаточно пространства для маневра, которое предполагает более активное повышение процентной ставки, в частности ее повышение на 75 базисных пунктов. По факту самого отчета цифры 56,9, рост 56,7. И еще один релиз, еще одна частичка пазла в плане общего состояния американской экономики, к которому вопросов существенно меньше, чем к вопросам других стран, которые больше зависят от импорта углеводородов и сейчас сталкиваются с беспрецедентными показателями инфляции. Главный вывод, который стоит сделать после выхода вчерашнего отчета по АСМ в сфере услуг США, так это то, что на заседании 21 сентября вероятность того, что ставка будет повышена на 75 базисных пунктов, эта вероятность снова выросла, друзья. Из тех уровней, которые были ранее, в районе 75%, я думаю, что мы будем совершенно правы, если обозначим вероятность повышения ставки в районе уже 80%. Все располагает к тому, чтобы доллар рос, поэтому работаем по тренду и, в принципе, пока что даже не сомневаемся в том, что индекс ждут новые и новые максимумы. Европейская валюта 0,9883. Ждем, соответственно, пробой. Тест сначала поддержки 0,98, потом закрепление пары ниже и движение к цели 0,97. Аналитики ING прогнозируют, что европейская валюта уже через несколько недель будет котироваться в районе 0,96-0,95. Пока Европейский центральный банк готовится к второму повышению процентной ставки, борясь с инфляцией, мы видим то, что экономика ЕС постепенно сползает в экономическую рецессию. Рецессия неизбежна, потребители и, в принципе, домохозяйство готовятся к плановому повышению тарифов. И сейчас уже предварительно, ну, прям очевидно, что с учетом планового повышения тарифов на электроэнергию, нет сомнений в том, что домохозяйствам, европейским потребителям понадобится дополнительная финансовая помощь от правительства в виде дотации, субсидий в предстоящий осенне-зимний сезон. И эти деньги должны будут помочь им оплатить коммунальные платежи. Кстати, власти Германии уже, по сути, согласовали транш на почти 70 миллиардов евро, который будет направлен потребителям и бизнесу в условиях продолжающегося энергетического кризиса. Также хочу отметить еще один слабый релиз, который вышел по экономике Германии, по промышленному производственному экономике. Спад был на 13,6%, это в годовом выражении. Но эксперты, которые, в принципе, настраивались на то, что цифры будут плохими, ожидали, что спад будет не таким значительным. Мы прогнозировали снижение на 6%. Фактическая цифра оказалась в два раза хуже. Европейский центральный банк, как мы знаем, уже фактически завтра соберется на заседание и повысит процентную ставку на сколько? Скорее всего, на 75 байсинг-пунктов, но это будет, я думаю, такая разовая акция ужесточения политики темпами, которые свойственны другим центральным банкам, например, американскому регулятору. И почему я сомневаюсь в том, что ЕЦБ будет действовать так же и дальше? Потому что многие представители членов управляющего совета ЕЦБ уже отметили, что из-за растущего риска на рецессии, который увеличивается, темпы ужесточения монетарной политики в эрозоне, конечно же, могут быть не такими и будут не такими, как в США. И ЕЦБ на определенном этапе может взять паузу. Пока что, друзья, путь вниз открыт для европейской валюты. Мы на этом неплохо зарабатываем, держим шарты и, соответственно, ориентируемся на те уровни, которые я обозначил. Американский фондовый рынок. Цель 3.800 никуда не делась, она остается прежним и все ближе к этому уровню. Биткоин. 18691 доллар. Обвал американского фондового рынка, разумеется, стал причиной снижения и рынка криптовалют, потому что между этими сегментами финансовых рынков в последнее время очень высокая корреляция. И я уже давно сказал вам, друзья, что рынок криптовалют нужно рассматривать точно так же, как, скажем, еще одну категорию фондовых активов, крайне чувствительных к риску. А сейчас на финансовых рынках доминирует нежелание трейдеров рисковать. Напомню, что сильный отчет по СМ повысил вероятность ужесточения монетарной политики активными темпами, и это негативный фактор для технологических компаний, которые выступили вчера якорем костяка индексов NASDAQ и S&P. И следом за ними полетел вниз и на рынок криптоактивов. Золото. 1692 доллара за тройскую унцию. Были вопросы у вас относительно того, что с золотом будет дальше. Я думаю, что золото легко может просесть в районе 1650 долларов за тройскую унцию. И причем здесь основная причина – это падение спроса. Мы видим доказательства этого в динамике продаж монет монетными дворами. Мы видим, как резко снижается спрос на активы ETF фондов, которые специализируются на золоте. И фактически наблюдается уже 9 недель подряд отток как физического металла, так и, собственно, инвесторских капиталов. Главный фонд, самый известный, я периодически говорю о нем, это из PDR GoldShares ETF. Так вот, в августе было выведено почти из него полмиллиарда долларов. Физически, опять же, фонд попадал почти на 11 тонн. И отчеты CFTC, американской комиссии по торговле товарными фьючерсами, продолжают сигнализировать о том, что спекулятивная лонговая позиция по золоту снижается. Конечно же, пока доллар не развернется, пока доходности американских облигаций не пойдут на спад вниз. А сейчас, друзья, они котируются десятилетки на уровне 3,35%. У золота нет шансов, имейте это в виду. И доллар Канаде сейчас котировки 1,3197. Давайте все-таки попытаем удачу сегодня по факту предстоящего заседания Банка Канады. И если уж к завтрашнему дню, к завтрашнему моему выступлению ситуация с канадцем не улучшится и канадский доллар не укрепит свои позиции, тогда будем уже из-за валютной пары выходить. Рынок нефти 91,45% снизился и бренд и WTL довольно-таки существенно. Больше 3% потери в рамках вчерашнего дня. Хорошо, что пока что мы вне рынка и не открывали новых позиций. Будут рекомендации на последующих моих выступлениях. Разумеется, их объясню, аргументирую. С точки зрения фундаментального фона, пока что от рынка нефти рекомендую держаться подальше. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!